Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынка компании Тикмил и сам я, Артур Идиатуллин. Макростатистика 5 месяцев подряд подвергала сомнению устойчивость китайской экономики и 6 месяц не оказалась исключением. Данные за сентябрь не смогли успокоить массу, в очередной раз подчеркнув, что пристрастие к кредитам быстро развивается в дисфункции производственного сектора. Темпы роста производства китайской экономики, можно видеть, они замедлились до 5,8% против прогноза в 6%. Китайский ЦБ несколько раз проводил вербальные интервенции на этой неделе, но с небольшим успехом. Сегодня утром перед выходом данных китайский ЦБ поспешил заверить, что волатильность на финансовых рынках не соответствует здоровому состоянию экономики. По мнению регулятора, финансовые риски сейчас китайской экономики остаются под контролем. Вложение в основной капитал, этот показатель, он слегка переделал прогнозы, прибавил 5,4% в годовом выражении. И это несмотря на сжатие производства. Леопытная логика и прозорливость у управленцев, которые делают инвестиции в момент, когда все катится кубарем вниз китайской экономике. Другой неофициальный показатель корпоративного финансирования, это что-то нас подготавливает компания CKGSB. Она показала, что в сентябре у нас условия корпоративного финансирования снизились до многолетнего минимума. Это говорит о том, что фирмы столкнулись со снижением прибыли, снижением продаж, сложностью привлечения средств, и поэтому урезали инвестиционные планы. Данный показатель, он в себя включает небольшие частные и средние компании, поэтому хорошо отражает ситуацию по ним. Различие официальных и неофициальных показателей может скрываться в работе с разными выборками. Вклад малого бизнеса, очевидно, меньше в официальных показателях, а крупные предприятия, они как бы давно уже явно или не явно пользуются поддержкой государства. Получается, что при анализе каких-либо официальных экономических цифр нужно делать скидку на такую вот управляемость статистики. Но, как известно, кризис поднимается с низов и уже затем охватывает верха. Поэтому показатели частных агентств, вот именно такие показатели, они сейчас могут быть наиболее актуальными для получения объективной оценки. Судя по предложениям китайского ЦБ, опубликованного на сайте в пятницу, компания по снижению финансового рычага в китайской экономике, она откладывается в долгий ящик. Среди различных мер по наполнению ликвидностью банков, интересна поддержка заемщиков, наиболее уязвимых к панике на фондовых рынках. Это те, кто занял под обеспечение акциями, то есть корпоративные заемщики. Для них предлагается разработать механизм обратного выкупа акций, то есть посредством уменьшения предложений на фондовом рынке снизить его влияние на корпоративных заемщиков, вот этих проблемных. Вроде бы как бы простая и логичная мера, но опять же при высоком моральном риске, чем и страдает любая система с высокой централизацией, это просто замена одного плохого долга на другой. Планы ЦБ приободрили инвесторов, шанхайский импозитный индекс, как можно видеть, сегодня натолкнулся от минимума 2440 и сумел выйти выше психологически важного уровня в 2500. Возвращение к масштабному стимулированию, как следствие, может привести к дальнейшему сокращению вложений Китая в американский долг. Отсюда можно предположить еще большие повышательные риски для доходности казначейских облигаций США и напряжения на фондовом рынке США из-за этого. Для юаня прогноз однозначно негативный, как следствие роста денежного предложения в экономике. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник. Продолжение следует...